Вневедомственная охрана – самое многочисленное подразделение региональной Росгвардии и одно из самых мобильных. Именно поэтому сотрудники ОВО одними из первых оказываются в местах происшествий. Экипажи вневедомственной охраны есть буквально в каждом районе. В среду журналистам рассказали об итогах работы управления в 2018 году и о перспективах развития охраны жизни и имущества. По результатам работы подразделениями выявлено 976 правонарушений. Из них 36 преступлений. Задержано 827 лиц при попытке совершения хищений. При этом изъято материальных ценностей на общую сумму свыше 1 млн. 250 тыс. По подразделениям местной охраны, которые работают в круглосуточном режиме, раскрыто 135 преступлений. Задержано лиц, находящихся в розыске – 12 человек. За административное правонарушение задержано 1696 человек. Результаты работы в 2018 году у ивановских росгвардейцев – одни из лучших в ЦФО. На сегодняшний день силы вневедомственной охраны обеспечивают безопасность свыше 11 тысяч объектов. Это и коммерческие организации, и социальные учреждения, а также жилые помещения и другое недвижимое имущество граждан. Кроме того, с 2018 года в регионе запущена система охраны автомобилей «Алмаз». Принцип работы прост. В случае угона срабатывает сигнал тревоги, и ближайшая группа вневедомственной охраны блокирует автомобиль и задерживает преступника. Если предотвратить угон по какой-то причине не удалось, авто можно отследить по всей территории Российской Федерации. В каждой области, где присутствует местная охрана, это 86 регионов, автомобиль путешествия из области в область передается на пульт местной охраны другой области. То есть автомобиль, он постоянно под охраной. Большой плюс, значит, что там есть тревожная сигнализация. Ну, в типовой момент, значит, авария, начинаются разборки при аварии, всегда можно назвать тревожную кнопку, и группа задержания будет в ближайшее время, присутствие, так сказать, сотрудников полиции и Росгвардии будет на месте, инцидент будет, я думаю, исчерпан. Но и это еще не предел. Как только обкатают систему на автомобилях, планируют перепрофилировать ее для охраны людей. В системе «Алмаз» есть такая возможность, она прорабатывается. Это вот GSM-часы с тревожной сигнализацией, вот там уже непосредственно ориентация на карте города. Вот в чем разница мобильного телефона. Города или области? Области. С помощью GSM-часов можно будет обезопасить ребенка или, скажем, пожилого человека, а также отследить перемещение охраняемого лица. Но это пока в перспективе, а уже сейчас есть такая услуга, как тревожная кнопка в мобильном телефоне. Подключив ее, в случае опасности останется нажать всего одну клавишу, чтобы вызвать наряд вневедомственной охраны. И эта тревожная кнопка всегда под рукой. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.